Ложку за каждого моего топового быстрая. Человекам случилось то же самое, что со мной сегодня случилось на красноярской жаре. У меня что-то это подожгло нормально, портовую полость. Что ждать-то будет? Соус, который называется апокалипсис. Вода, кстати, не помогает вообще. Ух! Ух! Всем привет! Это Василий, канал Прохушев Ест. И сегодня у нас острые соусы. Любимый ваш выпуск. Смотреть, как Василий страдает. Я решил не дробить просто чайную ложку каждого. Ложку за хабанеро, ложку за Каролину Риппер, ложку там за... за мое дальнейшее существование. Что это за соусы? Вопрос. Ответ. Это соусы от бара Тап-Тап. Тап-Тап называется. Пивной бар. В Ярославле. Если кто-то меня смотрит в Ярославле, огромный привет. Я в вашем замечательном городе был. Один раз, правда, проездом в Кострому. И один раз проездом из Костромы. Вот. С виду мне все понравилось, но я ничего не успел толком рассмотреть. Надеюсь, что еще будет возможность, конечно, приехать к вам более плотно, полюбоваться Ярославлем. У вас реально есть на что посмотреть. Тут уж никаких сомнений у меня не возникает. Эти соусы, если что, вы говорите, кто из нас будет в Ярославле? Да никто из вас не будет в Ярославле, кто там сейчас не живет. Уж за соусами точно никто тут специально не поедет, но их можно заказать через Озон. А у них вообще 14 соусов. Один называется Пармезан еще, но его, видимо, у них не было в наличии. Они его не прислали. А вот прислали они мне 13 всех остальных соусов. 13 такое число. Такое хорошее, хорошее. К сожалению, у меня не столько подписчиков топовых, бустеров. У меня всего лишь-то дед Антон Мангилев, Юлия Соколова, Павел Петров, Архман, Владислав Александрович, Женя Моменко, Александр А, Александр Ша, Аль Г, извиня, АГ, просто Александр, Ермолай и Денис Мозговой. Двенадцать незлобных зрителей. Тринадцатый и будет у нас чертова дюжина. Ну, со мной можно считать, со мной можно считать. Ладно, так, о, я придумал. Ложку за каждого, за каждого моего топового бустера и последняя ложка будет за меня. Эх, погнали. Первый, значит, Тап-Тап, Хони, Барбекю. Они мне прислали специальную табличку, вот строго вот у них как написано, по возрастанию остроты, так я и расставил. Первые три должны быть вообще не острые, потом острота должна повышаться, и в итоге нас ждет лава. Вот, видите, вот с человеком случилось то же самое, что со мной сегодня случилось на Красноярской жаре, именно поэтому мы снимаем на даче у Руслана. Потому что в городе что-то жить нереально совершенно, поэтому мы переехали вот в тени, в тени сомнений на дачный участок. Очень тут хорошо, душевно, прохладно, ветерок. А мы переходим к Хони Барбекю. Так, Хони Барбекю. И в переводе это означает, для тех, кто знает английский еще хуже меня, если такие вообще на совете есть, это означает медовый барбекю. Так, ладно. Ну тут меньше ложки, но оно не острое изначально, так что это просто попробовать. Ложку за деда. Ммм. Слушайте, существо топовое. Он прям вкусный. Он не слишком сладкий. Я боялся, что он будет Хони-Хони, прямо у меня отханит всю пасть он. Нет, он кисло-сладкий, скорее даже кислый, чем сладкий, но с такой прикольным балансом. Меда я, правда, не особо почувствовал, но есть вот этот барбекюшный дымок прикольный. Прикольный, мне понравилось. Так. Дринк крэнбри. Крэнберис это, я насколько понимаю, клюква. Он тоже не должен быть сладенький. Острым просто должен быть. Но если в Хоне барбекю вроде вообще перца нет, по задумке, то тут чуть-чуть должно быть. Ммм. По-моему, перца тут нет. Ммм. Или есть. В общем, если есть, то очень, чуть-чуть соус вкусный. Это была ложка за Антона Мангелева. Пряно, чуть дымно, чуть вот чувствуется какой-то алкоголь, который здесь добавлен в качестве чисто приправы. Хорош соус. Дальше. Терияки. Эх. Вообще, мой продюсер, первый Юлька Соколова, сейчас в Америке. Так что надо было Хане барбекю-то за нее поднимать ложку. Но, ладно, съем за нее терияки. А если какой-то соус мне не понравится, значит, вы плохой, то пусть. Не, шучу. Ложка за Юлю Соколова. Но терияки ложками жрать сомнительно, конечно, прикол. Оно уж очень такое сладко-умабное. И... Не, как соус он хороший. Сделано все отлично. Просто, ну, это не тот соус, который получаешь удовольствие от ложки. Так, и на этом лафа закончилась. Соусы без перца или практически без перца подошли к концу. Дальше пойдет жаришка. Индиан карри. Ну, что жаришка пойдет и от жаришки. Чуть это... Коня не двинул уже в Красноярске. Сейчас еще соусик добавят. Итак, карри. Ложечка запал Петрова. Неплохо. Слушайте, если вот это... Это вот только первый, да, соус с перцем, да? У меня что-то это подожгло нормально, портовую полость. Что ждать это будет? Дальше будет страшно, не переключайтесь. Короче, мне чуть-чуть не хватило вкуса карри именно. То есть он приятный, кисло-такой сладкий, сбалансированный, остренький. Ну, в принципе, довольно-таки в меру. Но я бы сделал его покариознее. Дальше. Сумасшедший чеснок. На этикете граф Дракула изображен. А мы не сфотались, да, Рассел? Мы не сфотали для обложки, поэтому думаю, что сфотаем после последнего, когда я буду в слезах, соплях и в... в мольбах о помощи. Крейзи Гарлик. Сумасшедший чеснок. С графом Дракулой на этикетке. Кисловата на мой вкус. Приятно, но кисловата. Острота такая уже, уже нормальная вполне. Чувствуется, чувствуется более чем. Для масс-маркетов, по-моему, такая острота, это потолок. Дальше уже все. Дальше уже люди начинают плакать, умирать. Это считается уже не человеческим острым. А я буду есть манго-хабанеро за Архмана. Деду пока самое вкусное досталось. Медовое барбекю. Ну, потому что он медовый барбекю. Так, манго-хабанеро. Тут кислинки не хватает чуть-чуток. Что на морковку повозить? Есть такое любимая фраза тех, кто впервые попал в Таиланде «манго похоже на морковь». Вот тут это реально похоже на морковь, а как будто это морковное пюре, а не манговое. Может быть, я не утверждаю, что оно морковное, но похоже по вкусу. Выпью водиться колодезной. Какая еще вода удачи, кроме колодезной. Ну, кстати, вот это мне показалось менее острым, на самом деле, чем вот это. Дальше Джимми Чили. Но, видите, разница в чем, что очень острые перцы они режут, они жгут. То есть, если вот обычный какой-нибудь перчик с подоконничка, он просто такой уголь во рту держит, что перцы серьезные, они уже как будто бритвами набили рот, и вот это уже такой режущий эффект возникает от него. Дальше. Джимми Чили. Чил называется. Эта ложка за Евгения Моменко. Извини, Женя, пожалуйста, это случайно произошло с Женей Моменко. Вот тут тоже как будто привкус морковки есть. Да, вот они начинают именно резать, но пока еще ну так не сильно. То есть, чувствуется какая-то такая вот острота режущая, но пока еще терпимая вполне. Дальше. Азия. За Владиславу Александрович. Азия. Вкусный. Вкусный, сладкий, кисло-сладкий точнее. Тоже, правда, с каким-то морковным чуть-чуть привкусом, но я уже привык. Во, вот этот уже стал резать ощутимо. Ну, одна. Александры пошли трое у нас. Слушайте, странно, получается, я, видимо, все-таки обсчитался, у меня 13 по полу-бустеру. За Александра Г. За Александра Г. Мы будем поднимать хабанеру. хабанеру. перчик уже такой интересненький, с которым лучше не шутить. уф, все. Чувствую, что переходим, переходим к интересному. Александр Ша. За его честь будет поднят соус, который называется апокалипсис. Красноречиво весьма. Красноречиво. На вкус они пошли все более-менее вот начиная после Азии уже. Довольно однотонно перцово-кислый вкус. Просто они различаются по остроте. Фух. Апокалипсис. все бы было ничего, но впереди самое страшное. Просто Александр мой топовый бустер получает в подарок соус с красноречивым названием Каролина Риппер. Так, после апокалипсиса говорить стало тяжело. О, вот этот вкусненький, сладенький такой манговый. Ух. Ну что, Ермолай, скорпион. Так, скорпион у нас подкопченый. Сладенький. Похож на барбекю. Наши барбекю просто вкусненький, то этот ааа. Хорошечно. Ну и Денис мозговой и соус лава. надо быть честным. лава. лава. Вода, кстати, не помогает вообще, она на секунду перебивает, я просто пью, чтобы мочи сказать. вкусные соусы. Начинаю вот отсюда действительно острые. Ссылка, как их заказать будет в описании. Фух, я всех люблю, кроме некоторых. пока. Пусть и это с тушенкой жидкость. Сейчас пойдет. застет. Продолжение следует...